здравствуйте уважаемые зрители сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию вот такой стример который выполнен и подстрижен из меха писца изготавливать его можно как с искусственного меха артфюр кто его как называет подберете материал сами также можно это изготавливать и из оленевого меха но с расчетом того что здесь очень большой расход материала я изготавливаю это единичных экземплярах для себя можно изготовить практически из любого материала есть мех оленей изготавливайте изоление писец значит писец эта мушка может быть изготовлена как для спиннинга так и для нахлыста в данном варианте она изготовлена для спиннинга с огрузкой от двух с половиной до 4 граммов хорошо работает по любому хищнику в воде наш хвостик принимает вот такое положение и наш стример напоминает малька или рыбку которая плавает ну а теперь давайте изготовим такую мушку вместе с вами крючок я взял f16 фирмы gamakatsu и в качестве огрузки была просверлена пополам картечина и разрезана пополам как вот здесь видно так как стример я изготавливаю для спиннинга поэтому огрузочку я делаю порядка двух трех граммов для того чтобы еще огрузить я уже отрезал кусочек свинца сейчас мы ее загрузим немножко огрузка мне нужно в основном в передней части поэтому я буду вязать от головки и до загиба все эти крючок починая сорvari ока их Промажем ищу клеем. И будем крепить наши материалы. Нить я беру достаточно крепкую, где-то порядка 4-6-0, ровницу, потому что материал будем крепить немножко непослушный висец. И с этой ниткой значительно удобнее работать, чем с всякими другими крученными. Закрепили. Как в одном из фильмов я изготавливал морского окуня, так и здесь мы сделаем хвостик методом крепления материала в одной плоскости. И в дальнейшем мы точно так же с вами будем крепить весь материал только в одной плоскости, для того, чтобы меньше нам было состригать. Вымерили хвостик, подровняли наши длинные волосочки. Крепим. В одной точке сделали пару витков, двигаемся к хвостику, вернулись обратно, переломили наш материал и сверху точно так же в одной плоскости мы его проматываем. Удерживаем, как вы видите, вот в одной плоскости и проматываем. Не даем рассыпаться нашему материалу. Закрепили. Посмотрели длину. Она у нас достаточная. Теперь берем наш мех песца. Отрезаем достаточно объемный, ну где-то пол карандаша, это точно пучочек меха. Примерили. Он у нас должен быть несколько длиннее красного. Он у нас будет выступать в середине, как вставка-раздражитель для нашей рыбы. И так же в одной точке крепим наш мех. Держим. Притяжной петлей прихватили. Удерживая, проматываем мех на цевье. Посмотрели. Вот у нас вышел вот такой хороший красивый хвостик. Теперь переворачиваем наш крючок и снизу точно так же укладываем пучок меха. Но уже снизу мы будем укладывать пучок меха наполовину тоньше. Потому что нам не нужен возле загиба под цевьем такое количество меха. Поравняли с верхним. Отлично. Развели пополам мех. Приложили. Прихватили. И так же, не отнимая руки, притяжной петлей в одной плоскости, не давая расходиться меху, прихватываем его. Прихватили. Вот так у нас вышло. Остатки желательно срезать на косую, потому что нам здесь они по толщине так не нужны. Убрали. Промазали клеем. Так как наш хвостик будет очень часто подвергаться поклевкам, воздействию зубов хищника. Нам надо, чтобы он у нас был крепенький. Как я уже говорил, повторю, можно использовать не обязательно клей быстро схватывающий. Можно использовать момент водостойкий. Любой клей, который хорошо выдерживает воздействие воды и в то же время не ломкий. Прихватили. Теперь нам необходимо добавить наши блестящие элементы. Берем плоский люрекс. Укладываем с одной и с другой стороны. Добавим еще. Здесь блестящие элементы не помешают, потому что наш стример рассчитан на хищника. А щуку, как вы знаете, излишними блестящими элементами не напугаешь. Наоборот, даже привлечешь. Подровняли наши кончики люрекса. И в завершение я обычно добавляю хотя бы немножечко кристалл флеш, который хорошо играет, отражает свет на больших глубинах. Здесь можно использовать как обыкновенный голографический люрекс, так и можно использовать, который имеет ультрафиолетовое качество. Это люрекс, специально предназначенный для отражения ультрафиолета на большой глубине. Очень даже хорошо себя зарекомендовал. Я много не укладываю кристалл флеш, потому что будет у нас такой эффект, как закручивание пряди с нашим мехом. Поэтому 3-4 пряди кристалл флеша вполне будет достаточно. Остановились в этом месте. Подровняли, посмотрели. Все у нас хорошо. И теперь приступаем к вязанию нашего тела. Для того, чтобы не было вот этой ступенечки у нас некрасивой, я ее закрываю опушечкой из пера. Перо я подготовил гризли. Вот такой расцветочки. С достаточной длиной бородок. Чтобы можно было не перекрывать наш хвост. И делаем опушечку 3-4 оборота пера. Поправляем бородки перьев. Опушечку можно делать практически любым пером на ваше усмотрение. Можно не обязательно использовать гризли. Можно брать любое другое перо, которое у вас подойдет по величине бородок. Можно закрыть ершиком мехом. Вот. Все. Этого будет нам достаточно. Закрываем. Закрепляем перо. Удалили. Берем мех-писца. Щепоточку приблизительно с карандашик. Больше не надо. Черного. Удаляем подшерсток, который нам немножко здесь будет мешать. И на месте уводим наши перышки. И на месте крепления пера укладываем первый пучочек нашего меха. Мех укладывать мы будем вот таким способом. Сейчас вы увидите. В одной также плоскости мы его прихватили. Раз. Два. Не трогаем мех. Переворачиваем. Для крепления белого меха. Отрезаем пучок белого меха. Также по объему, как я вам и говорил, где-то примерно с толщиной пол карандаша. Карандаш, как вы уже посмотрите, по своему меху. Уложили. И прихватили также в одной плоскости. Не даем нашему меху куда-либо уходить. Подхватили, подтянули. Вот так. Переводим положение вверх. И нижний мех, который белый, и верхний черный. Отгибаем вот так вот в сторону назад. И плотно, почти к самому основанию меха, приматываем наш мех. То есть, как бы его подтрамбовываем, чтобы он у нас находился в одной плоскости. И не оттопыривался вперед. Сделали вот так. Как вы видите, он у нас находится ровно. Ничего больше мы не обматываем. Берем опять черный мех. И крепим так же на месте перед черным нашим мехом. Если нам мех, который мы закрепили, мешает, я уже говорил, можно воспользоваться прищепочкой. Подхватили в одном месте и переводим мушку вот в такое положение. Отрезаем белого меха. Уложили. И одним, буквально парочкой виточков прихватили. Вот у нас опять вышла вот такая конструкция. Опять мы берем, убираем наш мех назад. И спереди проматываем плотно наш мех, подтрамбовывая его. Вот так. Как вы видите, у нас получается конструкция. Снизу белый, сверху черный мех. Я дальше буду продолжать сам. Дойду до места изготовления головы. И тогда мы продолжим вместе. Вот мы с вами дошли до формирования головки. Теперь в этом месте я хорошо подматываю наш мех. И беру хороший пучок меха белого песца. Приблизительно по толщине где-то, как карандаш. Укладываю сверху. Вот так, как вы видите. Беру, переворачиваю, укладываю сбоку со всех четырех сторон. Так, чтобы у нас голова была пышная. Можно, конечно, изготовить из оленевого меха. Но так, как я все делаю из меха песца, хотелось бы и все это закончить мехом песца. Вот, прихватили с другой стороны. Видите? Переворачиваем в другую плоскость. И теперь я беру, отвожу весь мех, который мы закрепили с вами назад. И плотными витками стараюсь поджать его у основания. Поджали. Есть. Все равно будет подстригаться наша мушка, но для перед подстрижечкой я добавлю красного песца на горловину. Вот так. Подтянули. Закрепили. Увели. И теперь здесь, чтобы не портить весь мех, я беру, отрезаю хорошую щепотку меха песца. И делаю вот такую операцию. Разделяю вот этот пучок меха пополам. И креплю спереди. Вот так. Раз. Закрепили. Также с четырех сторон. И теперь переводим вниз. Снизу добавляем так же. То есть нам одного пучочка хватит на все четыре стороны закрыть подрезанным нашим мехом песца. Закрепили. Переводим на другую часть. Закрепили. Отводим наш весь мех назад. И здесь хорошо, плотно проматываем. Вот так. Для того, чтобы не делать, промазывать все это клеем, я намажу клей на нить и сделаю завершающий узел. Теперь вы посмотрели, что у нас конструкция готова. Остается только ее подстричь. Придать форму. Какую форму вы увидите. О себе можете ее изготовить любую. Вот я подстричь свой стример. Придал ему вот такую форму. Теперь остается только лишь немножечко навести здесь черным фломастером спину. Подкрасим немножечко. Вот так видно. и приклеить глазки. Форму, как я уже говорил, вы можете использовать любую, какая вам заблагорассудится. Хоть под окуня. Это я изготавливаю под определенный заказ для определенной рыбалки спиннингом. Поэтому он огруженный. Можно использовать для любой рыбы. Глазки я уже подготовил. Сейчас мы их приклеим. Промазываем так, чтобы хорошо клей проходил почти до самого основания. Посмотрели, примерили. очень даже хорошо. И теперь аккуратненько, чтобы не схватиться с клеем, придавили и подержали где-то с минутку, пока глазки прихватятся. Они должны сидеть крепко, жестко, не держаться на одном мехе. Вот где-то так. вот наша касатка, стример для ловли хищной рыбы готов. спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. до свидания. До свидания.